Бог болит, все чешется и так далее, и тому подобное, и ты думаешь, господи, тебе не только к терапевту, тебе надо везде. Я, например, одна, а вас много. Вечно теряется эта карточка, потому что регистратура — это то место, куда люди приходят иногда и поругаться. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Здравствуйте, меня зовут Катерина, я администратор в регистратуре в поликлинике. Обязанность отвечать на звонки, записывать в поликлинику на прием к врачу, обязанность искать карточку, если она потеряется где-то у кого-то, бегать по коридорам, искать ее. Вежливо отвечать на все претензии, которые льются просто потоком большим в наш адрес, потому что регистратура — это то место, куда люди приходят иногда и поругаться. Не каждый человек разбирается еще в этой электронной записи, особенно бабушки и дедушки, поэтому они в основном-то и звонят, и в основном-то они и приходят в клинику. Я один раз спросила у бабушки, говорю, вы так часто сюда ходите, что вообще, почему? Она говорит, ну как, у меня внуки, дети приходят в субботу, там, в воскресенье, а с понедельника по четверг мне заняться нечем, вот, поэтому мне нужно общение, я, говорит, сюда хожу. Это сложно. Ну как сложно? Я запоминала, наверное, недели две. Да, в обычных по участкам распределяется, и это даже проще, а здесь частная клиника, где обслуживаются и работники, и члены семьи, и пенсионеры, бывшие работники. Во-первых, у нас есть подразделения, вот, и тоже все это делится на членов семьи, на пенсионеров, на работников, да, и в работнике там есть тоже свои подразделения, и все по алфавиту, и там прям очень все сложно в этом плане. Но если приноровиться, ты уже в голове думаешь, а, ты член семьи, у тебя там фамилия начинается на Б, вот, ты идешь в определенную ячейку, смотришь по номерочкам, по буквам, по цифрам, все, и понятно, находится. Хороший вопрос! Мы тоже об этом не знаем. Нет, на самом деле мы стараемся работать, выходить две в смену, чтобы было удобнее всем, но одну могут забрать, например, открывать больничный, или она ушла покушать, или ищет как раз-таки какую-нибудь карточку, которая там где-то завалялась, где-то нужно будет ее искать, а ты вот один стоишь и все дело раскидываешь. Да, я понимаю, очень много людей, которые возмущаются, где моя карточка. Вечно теряется эта карточка, но на самом деле регистраторы, ну, не виноваты в этом. Иногда бывает, что если ты на больничном, карточка на проверке, или, например, если ты лечишься у кого-то, у какого-то доктора, он может просто забыть ее сдать в регистратуру, и поэтому вот такое вот бывает иногда. Просто лежат одинокие на полке у доктора, например, они никуда не деваются, эти карточки должны храниться 25 лет. Вот, если даже человек перестал существовать, его карточка еще 25 лет лежит в архиве, в нас. О, да, часто, и бывает забывают об этом, и так, где моя карточка, где моя карточка, потому что, ой, я же ее в машине оставил. Ну, бывает. Иногда не уследишь за всеми, они в пакет положат и уходят, и все. А так нельзя делать, нет, нет, надо карточки оставлять в леклинике. Чтобы к терапевту пройти? Ну, вообще, работа администратора начинается с полвосьмого. То есть и люди, которые хотят быстренько пройти, они как раз-таки и подходят где-то к полвосьмому, они, может быть, где-то даже в 20 минут уже есть определенные персонажи, которые стоят возле регистратуры и ждут свою карточку, чтобы взять и пойти уже к терапевту. Но вообще терапевты принимаются восьми. Ну, как бы очередь вот занимается в этот промежуток, если уж первыми так попасть. А вообще я открою секрет. Если вы хотите попасть к терапевту без записи, чтобы не было кучи народу, лучше приходить вообще к вечернему времени, ну, то есть часам к шести, к семи. Потому что обычный наплыв, он с утра. Частенько бывает, да. Ходим в масках, ходим в перчатках, обрабатываем руки. Но люди болеют, чихают, и все дело подцепляется. Хоть стоят и установки специальные обеззараживающие, но бывает, да. Куда деваться. А если один человек в регистратуре заболел, он чихнул, то все. То либо ты быстрее уходи на больничный, вот. Ну, точнее, тот человек, который заболел. Либо он перезаразит всех, и просто будет сидеть один человек в регистратуре, и большая очередь как раз-таки образуется в этот момент. Улыбаться. За маской не видно, конечно, но глаза всегда должны улыбаться. И вообще, в принципе, человек, который приходит в больницу, он не приходит здоровым, он приходит больным. И где-то раздражительный, где-то на тебя срывается. И главное не сказать то, что разожжет пожар, огонь в этот момент. Просто уважительно ко всем относись, и будет тебе счастье. В основном, когда говоришь, вы извините нас, меня, пожалуйста, я, например, одна, а вас много, подождите, пожалуйста. И как бы люди в большей степени они понимают, что это в их интересе получить карточку и пойти к доктору, нежели там возмущаться и как-то критиковать тебя. Ну, если честно, да, до того, как я сюда пришла, в эту работу, я думала, ну, что ты выпендриваешься, ну, ё-моё, ну, вот твоя работа, делай свою работу. А на самом деле это очень трудно, если по ту сторону, это так же, как, например, с водителями, да, они едут, пешеходы идут, они там, давай быстрее, да, пешеходы там, нет, подождёшь. А потом тот же пешеход садится в машину и говорит другому уже, давай быстрее уже, да. Никто друг друга не понимает, а нужно просто поставить себя на то место, где человек работает или ещё что-нибудь. Думала, не спросишь? Нет, на самом деле их очень много, каждый день что-то новенькое. Например, один раз дедушка позвонил, мы к Лору сейчас не со всеми болезнями пускаем, то есть если это ухо, то, пожалуйста, проходите. Если это горло уже или нос, сначала через другое отделение, где ОРВИ, а потом уже только к нам. И дедушка один звонит, говорит, вот, не могу петь, дочка, голос что-то как-то садится, горло болит. Я говорю, ну, так и так, нам надо сначала вас в другое отделение, а потом уже придёте. А он говорит, да, хорошо, ладно, но для начала я вам спою. И, чтобы ты понимала, песня длилась, ну, где-то минуты-две. Ну, невежливо же положить трубку, правильно? Я всю эту песню выслушала, сказала спасибо большое, порадовали. Иногда так, а иногда, например, бывает, тебя пошлют прям откровенно из-за того, что, например, не работает рентген в кабинет. То есть тебе звонят, говорят, рентген работает, ты говоришь, нет, не работает, а тебе в ответ ты-дыщ. И ты хорошего дня вам, всего доброго. Да, иногда, нет, даже не демонстрируют. Наша прямая обязанность, если ты, например, идёшь к терапевту, спрашивать, что болит, что беспокоит. Ну, и здесь, конечно, большой поток информации, которые, ну, иногда просто один человек не может в голове уместить эту информацию, потому что там бок болит, всё чешется и так далее, и тому подобное. И ты думаешь, господи, тебе не только к терапевту, тебе надо везде пройти в этот момент. Был случай, когда женщина пришла с ногой, говорит, что-то она почернела. Говорит, что-то побаливает, почернела. Говорит, мне к кому? А была суббота, и там не было вообще, в принципе, там один терапевт сидел, дерматолог. Сначала к терапевту, потом терапевт-дерматологу отправил. В итоге это средневековая болезнь. Я, честно, не по гангрену, что ли? То есть за ней скорая приехала, и ногу как бы, да, пришлось прощаться, да, с ней. Ну, с ногой, я имею в виду, не с человеком. Поэтому не тяните, если болит что-то, нужно приходить, нужно жаловаться, а то до последнего. Ну, во-первых, очень день быстро проходит. Ты приходишь на работу, и ты вечно в движниках, и такой, о, ничего себе, уже 12, тут уже надо на обед и уже собирать карточки и идти домой. Вот это так происходит. Иногда бывает какое-то такое чувство выполненного долга, что ты записал к тому врачу, который нужен этому человеку. И тот человек приходит и даже благодарит. Бывает такое то, что там шоколадки дают, да, и запоминают себя, потом здороваются, отчитываются, что я пришел, здравствуйте. Вот, тоже такое бывает. Если что-то болит, лучше не тянуть с этим делом, потому что бывает и человек приходит, у меня там сердце заходится, и бывает такое, что прям на скорой ее увозят потом. То, что беспокоит, прям в определенный день встала и пошла, с работы отпросилась, уходи. Уходи в клинику, уходи в поликлинику. Ну, и выдыхать, когда в регистратуре много народов, а ты один. Не ругаться сильно, честно, мы очень сильно стараемся, чтобы вам было комфортно всегда. Субтитры сделал DimaTorzok